Всем здарова народ! С вами снова Санчо. И что я хочу сегодня приготовить? Это вот много-много морковки. Я очень люблю корейскую морковку, но ее очень сложно найти в магазинах, чтобы она была очень качественной и очень хорошо сделана. Но буквально единица бывает попадается вкусной корейской морковки. И то это зачастую на каком-нибудь рынке. То, что продается в обычных супермаркетах, магазинах, это все полная ерунда. Вот я рекомендую. Вот приготовьте. Ты, если зашел посмотреть на этот видеоролик, наверняка ты любитель корейской морковки. И ты ищешь тот самый вкусный, классный. Вот рецепт, который должен быть. Вот кисло-сладкая морковка с остреньким послевкусием. Вот именно такая корейская морковка и должна быть. Вот ты зашел, смотришь, ну и готовишь вместе со мной. Погнали! И я начинаю готовить. Первым делом берем какую-нибудь тару, в которую будем нарезать морковь. Ну и понадобится вот такая вот специальная терка для корейской морковки. Без нее не начинаете готовить. Вы просто не сделаете. Берем морковь и вот так вот начинаем натирать. Друзья, вот нарезанная морковка. Посмотрите. Должна быть, она достаточно крупно нарезана. Вот. Вот такая должна быть терка, чтобы получалась хорошая, крупная вот такая морковка. Друзья, у меня полтора килограмма моркови и я делаю расчет и вам говорю, исходя из одного килограмма. На один килограмм нужно половину столовой ложки. Значит, я добавляю чуть больше, чем половина столовой ложки и все здесь хорошо посыпаем. Когда добавили сюда соль, теперь это хорошо нужно вымешать, чтобы морковь стала, во-первых, мягкой и хорошо просолилась. Я знаю, вы сейчас, наверное, будете писать, что рукой не делается. Как раз нет. Именно морковка, по-корейски, делается все руками. Руки у меня чистые, я делаю для себя, поэтому погнали. Просто начинаем здесь вот так вот хорошо перемешивать, пока не жамкая. Просто перемешиваем, чтобы вся соль распределилась по моркови. Когда все хорошо вымешали, либо отставляем в сторонку, либо же можно вот так вот хорошо это пожмакать, вот так вот, чтобы просто быстрее морковка просолилась и быстрее стала более мягкой. И она уже начинает отдавать свой сок. Посмотрите, морковка, она уже стала прям мягкой. И отставляем в сторонку, даем приблизительно полчаса ей еще промариноваться. Когда морковка промариновалась, подготавливаем специи. Можно взять молотый кориандр, у меня целый, поэтому я засыпаю в ступу и начинаю все хорошо перемалывать. На полтора килограмма, ну на один берите две чайных ложки, я на полтора взял три чайных ложки. Без горки. И начинаем это все хорошо здесь перемалывать. И отставляем кориандр в сторонку. Теперь нам нужно будет обжарить небольшое количество лука, приблизительно две средних луковицы. Можно нарезать на половинки и потом еще на небольшие половинки. И вот такими вот полуполукольцами нарезать лук. Можно, в принципе, и вот так вот наполовинкой. И теперь нам этот лук нужно хорошо поджарить. Давайте померим, чтобы вам видно было. Одна столовая ложка. Две столовых ложки. В общем, шесть столовых ложек подсолнечного масла. Оно как раз пригодится для маринования также моркови. И отправляем сюда лук. И здесь лук зажариваем до хрустящей, до золотистости. Чтоб он прям стал золотым. И начинаем подготавливать сразу же морковь дальше. Сюда из специй. Что у нас идет? Во-первых, отправляем сюда две столовых ложки сахара без горки. На один, соответственно, полторы столовые ложки сахара. По вкусу смотрите сами. Это вот самое такое для меня. Добавляем сюда черного молотого перца. Одну чайную ложечку. Добавляем сюда молотый кориандр. Три чайных ложки. Добавляем сюда уксус. Уксуса добавляем 4 столовые ложки. У меня 9% и он отлично придаст хорошую кислинку. И по соли пробуйте, смотрите, но надо добавить соевого соуса обязательно. На такое количество я добавлю 3 столовых ложки. На один килограмм получается 2 столовых ложки. А также к морковке отправляем достаточно много-много чеснока. Зубчиков, наверное, такие 8. И ждем, когда подзолотится лучок. Когда лук готов, добавляем сюда немного красного острого перца. Ну, высыпайся, давай. Остринка должна быть. По остроте смотрите сами. Вот так вот чуть-чуть я насыплю. И сверху заливаем это все раскипяченным маслом вместе с луком. Вот поливая вот так вот сверху это все маслом, хорошо раскрываются в нем специи. Поэтому можно вообще отдельно вот так вот сделать, смешать. Ну, в общем, ладно. Теперь хорошо перемешиваем, чтобы распределились все специи в моркови. Друзья, какие здесь стоят ароматы. Кориандр, соевый соус, чеснок, лук. Это просто потрясающе. Вот такую морковку вы просто... Ну, на рынке может быть, но чаще всего нет. Нет, вы ее ни в магазине, ни на рынке не попробуйте. Это самая вкусная корейская морковка. Хорошо перемешиваем. Обязательно берем, пробуем чуть-чуть, что на вкус вообще получилось. Может быть, что-то добавить из специй. Может быть, кислинки. Может быть, остринки. Прикольно. Вот вы съедаете, вы чувствуете кисло-сладкий вкус. И в конце легкое пощипывание верхнего неба с языком. Ну, короче, очень прикольно. Я вот сюда больше ничего не буду добавлять, поэтому... Но вкусы у всех разные. Попробуйте вот именно этот рецепт. И будет ништяк. Но кушать ее еще рано. Мы отставляем это все в холодильник приблизительно часа... Да, на два часа этого будет достаточно. Она должна вот здесь вот пропитаться, промариноваться. Ну, а дальше будем дегустировать, когда она пропитается всеми этими специями. Друзья, прошло два часа. И что хочу сказать. Я знаю, насколько это вкусная морковка. Потому что я ее готовлю уже не первый раз. Я ее частенько готовлю. Ну, как частенько. Ну, раз в месяц я ее себе приготовлю. Я, конечно же, сейчас попробую. Друзья, это видео выйдет на майские праздники. Вот я рекомендую. Приготовьте себе. Подайте на стол. Это очень вкусный салат. Это очень вкусная закуска. Перед шашлыком, после шашлыка. Вместе с шашлыком. С шашлыком. Я уже заговариваюсь. Я хочу это все попробовать. Палочками берем. И, кстати, когда будете себе накладывать, берите снизу. Или лучше перемешайте. Потому что внизу самый сок. А, свина потекла. Самый сок вот как раз от этой морковки. Голова может загружиться. Насколько она вкусная. Кисленькая. Кориандр. Я обожаю его сочетанием кисленького, сладкого кориандра. Вообще класс. Как я и говорил, такой морковки вы нигде не попробуйте. Друзья, сегодня короткое видео. Готовьте себе вкусную морковку по-корейски. Спасибо всем, кто смотрел. Обязательно палец вверх. Подписывайтесь. До новых встреч. До новых вкусных встреч. Пока.